всем привет с вами чупрова даша и сегодня в рамках совместного проекта вместе здесь фэнтези снег искрится мы приступаем к первому этапу первый этап работы над альбом это пожалуй самый волнительный этап почему объясню именно сейчас закладывается характер вашего альбома каким он будет вы сейчас делаете первый шаг да значит вы выбираете материалы вы выбираете композицию основную вы задаете настроение альбома именно от этого этапа зависит больше в большей части то каким альбом будет в итоге и прежде чем приступить к первому своему развороту я хочу немножко показать что же я еще приготовила потому что кое-какие материалы у меня не изменились но добавились так как альбом у меня будет многослойный я решила что свою заготовку я сделаю а на переплете у меня будет переплет пока не совсем продумала как себя так чтобы сохранить вот эту выпуклость до чтобы у меня не было обрезаны вот но уже решила что у меня между каждым разворотом будет ацетатный лист для чего даже я хочу чтобы у меня было были цветочные красивые композиции и много вырубки но так как я перестраховщик всегда по жизни я боюсь что как бы что-то и какие-то элементы будут цепляться друг за друга поэтому я решила и нашла вот такой выход от статные листы между разворотами они помогут сохранить мой альбом в целости и сохранности даже если его будут много раз перелистывать и просматривать то есть ацетатный лист до украшения какие-то и с ними ничего не станет даже если вот на другой стороне тоже какие-то украшения то есть как защитный слой такой у меня будет в перемычках соответственно развороты я буду делать переплет ну сантиметра полтора между разворотами да то есть у меня получится очень такой толстенький но я думаю что от этого он хуже не станет еще я выход захотелось вести микс меди поэтому подобрала трафареты вот такой трафарет снежинка от кэтрин крафт нашлись у меня трафарет вот такой вязаный вот такие трафареты очень хорошо подходящие мне под мою бумагу и вот такой вот у меня еще трафарет тоже зимний красивый для своего альбома я выбрала бумагу вырезалки из бумаги минтай но я обнаружила когда начала вырезать что некоторые детальки слишком крупного ты во-первых да и не всегда мне подойдут а во-вторых пуансетти с этого набора как раз то что мне нужно было да они совершенно идентичны с этим из наборов фабрика декору поэтому я взяла еще тоже два листика из разных коллекций фабрики декору посмотрите то есть совершенно идентичные пуансетти единство по цветам немножко по оттенкам но мне тоже лучше потому что у меня как видите бумага отлично сочетается с этими листами также немножко про выбор бумаги когда мы выбираем бумагу для разворота мы подбираем ее с учетом принта особенно эта информация актуальна для новичков посмотрите у меня этот лист с активным принтом этот лист достаточно спокойный и в сочетании на они дают мне хороший такой контраст кроме того когда я выбираю бумагу для разворота я ориентируюсь еще и на фотографии я примерно приготовила сейчас фотографии какие у меня будут немножко у меня принтер неправильно напечатал все таки печатать надо фото лаборатории но суть да понятно какие у меня фотографии по оттенку по цвету и посмотрите почему к этому листу подойдут очень многие фотографии да да то есть посмотрите по фону выбирая листы свои вы должны помнить о том что фон должен быть и принт должен быть достаточно не просто с простым да например просто розовый или фиолетовый здесь бы не подошел чем интереснее с фон чем больше на нем цветов тем вам легче будет вписать фотографию и важно не забывать о том что фоновый лист должен быть или листы до 2 листа должны быть разными по тепло-холодности то есть вот этот лист у нас сложный и посмотрите здесь есть холодные цвета и теплые цвета этот лист у нас более простой он фоновый он отлично будет контрастировать с листом сложным да и отлично его подчеркивать за счет своей простоты и потом посмотрите он тоже достаточно такой интересный почему я выбираю такие листы потому что фотографии которые мы потом все-таки будем вписывать этот альбом не могут быть только теплыми или только холодными да если бы я взяла лист голубой и не добил не добавила теплого цвета какого-то да хотя бы немножко либо в деталях либо в акцентах либо в самой бумаге то мне бы было сложно вписать свои фотографии что все-таки на фотографии изображены люди у людей цвет кожи до теплый все-таки это телесный цвет если бы я взяла голубой цвет за основу да но мне бы было сложно вписать фотографии с людьми согласитесь то же самое например мы берем летние фотографии но нельзя в розовый альбом вписать зеленые зеленую листву зеленые поля луга и людей да то есть когда мы выбираем бумагу мы должны помнить об этом чем интереснее принт чем сложнее цвет тем легче вам будет работать и тем лучше впишется в такой принт фотография ваша и так два листа основных для своего разворота первого я выбрала сейчас можно сделать основу для первых двух страничек первым разворотом я хочу сделать одну плотную заготовку то есть на листья и одну заготовочку на акриле основной листья хочу взять наверное сложный вот этот вот лист 7.studio потому что у меня на акриловой заготовке тоже будет все-таки красочный такой какой-то интересный медийный фон вот так у меня получилось это мой пергампер первая страничка будет вторая страничка будет ацетатный лист так наверное лучше сразу сделать сначала он ацетатный для того чтобы они у нас гармонировали да потому что мы не забываем что мы работаем девочки когда мы делаем разворот сразу с двумя страничками то есть не может получить так что одна страничка одна да а вторая страничка другая есть вы тоже композицию выстраиваете основываясь на том что у вас это разворот единый разворот и должна быть единая красивая картинка поэтому сейчас я наверное нанесу матовый медиум на этот лист для того чтобы тоже сделать микс медиу немножко да и здесь мы поработаем с трафаретами и с текстурной пастой снимаем с акриловой заготовки защитный слой каденс она хорошая очень текстурная по это не текстурная паста это паста рельефная глиттерная также можно брать скрапега глиттер и гель-гель и глиттер и да то есть все одно и то же то есть я предполагаю что у меня вот здесь будет где-то фотография на место для фотографии соответственно я распределяю так чтобы у меня моя текстурная паста на композиция были где-то вот по диагонали я люблю более дико диагональное расположение элементов до игр композиции это более динамично да и смотрится более как бы интересно повторяем да вот винтажность то есть вот этого листа и здесь тоже такими можно постукивающими движениями для создать как будто состаренность небольшую фактурку добавляем где то есть что-то не получилось легко снять пока не высохла со цитата можно немножко тут у нас принципе уже высохла тоже можно поработать трафаретом теперь пока сохнет мои фоны и мы приступим к оформлению подложек для фотографий на первом этапе одним из основных элементов да у нас будет рамочка я решила свою рамочку сделать с помощью нажатию с фэнтези салфеточка весенние мы прорубим с помощью нее окошко для фотографии сделаем такую как бы интересную рамочку я вырезала две заготовочки по длине нашего целого листа шириной 11 сантиметров потому что у меня будет подложка для фотографий 9 на 13 и начинаем беговать одну подложку я хочу сделать в виде вот такого кармашка до для фотографии то есть будет от нас с одной стороны вставляться и с другой стороны вставляться будет окошко как с одной стороны так и с другой стороны для двух фотографий так как мы ее сделаем фотография у нас 9 сантиметров да значит нам надо пробеговать на 9 сантиметров до ее вот у нас риска 9 сантиметра чуть-чуть пускай поглубже будет у меня здесь девять с половиной сантиметров получается ножик вмещаются можно было конечно можно круг сделать но я хочу чтобы у меня резная такая была подложка так длина у нас 30 сантиметров соответственно также нужно что сделать а линию бига для того чтобы был у нас объемный кармашек тут произвольно в принципе смотрим да тут у нас должно вместиться 13 сантиметров вот у нас 13 чуть запасе берем 13 с половиной получается получился вот такой карман объемный здесь мы делаем линию бига чуть-чуть подальше до чтобы у нас сгибалась подложка наша вот такая подложка у нас двойная получится для двух фотографий с окошком то есть получится рамочка у нас теперь нужно все лишнее убрать какие нам детали нужны нам нужен вот этот хвостик здесь на линии сгиба нам тоже не нужны до лишние детальки здесь вместо приклеивания подложки и один из этих хвостиков любой какой вам как бы нужен любой можно отрезать вот так приклеим до кармашек а вот хвости для того чтобы соединить наш карман с основой и здесь получается все так расправляем и с одной стороны вырубаем окошко и с другой стороны вырубаем окошко можно делать чуть-чуть со смещением в зависимости от того какие у вас фотографии либо может быть вы как-то их будете просто крепить уже непосредственно внутри таким образом чтобы у вас было здесь до изображение по центру сейчас я про рублю покажу что у меня вышло вот такая детальку у меня получилось двумя сквозными окошками еще раз напомню хвостик для того чтобы приклеить всю подложку и хвостики для того чтобы сделать карман кроме того да вы не смотрите получилось еще два две таких как красивых аккуратных снежинки идеально подходящий под мой проект вот такая вот подложечка у меня получилось посмотрите как хорошо даст здесь смотрится фотография в резной какой такой рамочки другой стороны тоже будет кого фотография в резной рамочки здесь можно на остатках да вот как бы подложечки сделать красивую композицию что я буду делать решилась таки заставить вертикальку мне больше так нравится потому что у меня принт горизонтальные до чтобы сильно не вытягивать его я компенсирую за счет вертикальной подложки на втором развороте кир на акриловом я все же решила взять принт с предыдущей страничке да и взять вот с листом этот студию квадратную сделаю сейчас подложку 10 на 10 здесь будет вмещаться у меня опять фотографий на двусторонний до листик поэтому очень хорошо как раз использовать и вторую сторону посмотрите всегда я работаю сразу с двумя разворотами то есть сразу смотрю по композиции как будет смотреться два разворота вместе в единстве да например подложка на первом на левом развороте я хочу чтобы было немножко с краю да потому что здесь у меня будет крепление еще здесь переплет у меня будет а не забываем здесь у меня будет объемная композиция цветочная соответственно на этом развороте у меня крепление будет вот здесь видите где у меня остались болты я потом покажу как я все это закрепила вот и что я смотрю как располагаться будет моя вторая подложечка выше или ниже вот здесь у меня сейчас просто накидаю до небольшую композицию я набросала примерно как у меня будет располагаться декоративные элементы это далеко не окончательный вариант просто я это сделал для того чтобы понять как я хочу примерно расположить свои подложки и где будет декоративные элементы где мне доработать фон доработать свет какой цвет должен быть до плюс где я еще могу поработать текстурной пасты добавить добавить фактуры и вот я хочу еще добавить кальку кружева поэтому вот на первом этапе да вот после того как я чуть-чуть поработала с фоном я делаю предварительную раскладку дальше я сейчас буду работать с красками я подобрала вот такой хрустальный стеклянный топпинг текстурную пасту крикелюрну скрапега белую алкогольные чернила опять же да вот золото разбавитель а и теплого и холодного цвета чернила да вот соответствующая гамме у меня моего листа основного холодные теплые то что у меня линьда тоже такой холодный теплых для второго фона нам понадобится смешать глиттер с моделирующей с моделирующим гелем прозрачным от тайвера плюс я хочу немножко добавить еще цвета добавлю вот такую вот краску заготовочка у меня подсохла все высохло все прекрасно держится и акрил вот и топпинге все замечательно держится вот сейчас поработаем алкоголиками и немножко сделаем фон интересный вот эта заготовочка мне тоже высохла сейчас ее прошью по периметру потому что это бумажная у меня до заготовка вот кракелюр весь уже появился сейчас тоже чуть-чуть не поработаю прошила свою заготовочку вот так вот у меня смотрится посмотрите оказалось даже на карте на картоне крафта вам что заготовка такая темновато нет посмотрите она очень классная получилось очень благодаря золотым золотым скрапегов ским до чернилка вот этим будет очень красивый цвет богат здорово такой винтажный у меня шар получается очень красивый новогодний мне очень нравится и сейчас вот в этот я тоже хочу немножко синевы добавить вот немножко тоже поработаю с алкоголиками посмотрите как очень красиво получилось да кракелюр увидим и золотишко очень красивые переливы получились знаете как классно на ацетатной страничке добавлю потом тоже топинга еще сюда вот этого стеклянного очень он классно смотрится с алкоголиками и они его прокрашивают и еще больше до добавляют такой текстуры посмотрите вот когда вот дело до такую вот размытую текстурку садика тоже она очень красиво смотрится вот он наш разворот уже начинаем декорировать помните вырубку и цветы которые мы с вами делали в прямом эфире или на мастер-классах посмотрите как все классно сочетается между собой именно поэтому я люблю когда у меня уже будет оформленная готовая вырубка виза декорирована все остается только собрать все это в одну общую композицию